В эфире новости о событиях к этому часу. Расскажу я вам наружу до головы. Здравствуйте. В эфире новости о событиях к этому часу. Асем Орумбай и Ольга Панарина установили рекорд Азиады, набрав 344 очка. Команда женщин завоевали первое место на Азиатских игр. Первое золото в нашей казахстанской делегации. Это очень приятно. Сейчас на данный момент две женщины попали в финал. Это Асем Оренбай и Панарина Ольга. Они будут выступать в финале. Еще шанс. В наших планах еще сейчас лицензии на Олимпийские игры завоевать. То есть на этом не заканчивается у нас процесс. Накануне в Ханчжоу рейсом из Алматы прибыла вторая группа казахстанских спортсменов. Это больше 140 атлетов. Они уже разместились в атлетической деревне. Отмечу, что в Ханчжоу работает оперативный штаб сборной Казахстана. Его специалисты круглые сутки помогают атлетам с размещением в предоставленных организаторами игр номерах, получением аккредитации и решением других актуальных вопросов. Есть и отдельный медицинский центр, где следят за здоровьем атлетов. Напомню, что в этом году честь страны на главных континентальных стартах четырехлетия защищают больше 500 спортсменов. Здесь мы выдаем спортсменам ключи от номеров в атлетической деревне, предоставляем всю необходимую информацию относительно питания, тренировок, логистики в Ханчжоу. Составляем план на день, чтобы успеть на все важные события, такие как жеребьевки, спортивные старты. В целом занимаемся решением широкого круга вопросов. Делаем все, чтобы создать комфортные условия для наших спортсменов. В столице продолжается турнир ATP 250 Astana Open. Накануне завершились матчи квалификационного раунда, а сегодня на кортах национального теннисного центра болельщиков будет ждать еще восемь противостояний. Но наибольший интерес зрителей прикован к дебюту казахстанца Михаила Кукушкина и первой ракетки страны Александра Бублика. Кто выступит в качестве оппонентов нашим спортсменам, знает Алюшер Накипов. Он на прямой связи со студией. Коллега, вам слово. Добрый день, Гульнара. Да, сегодня на ATP 250 Astana Open выступают два казахстанца. Это Михаил Кукушкин в одиночном разряде и Александр Бублик в парном. Напарником первой ракетки Казахстана будет россиянин Даниил Голубев. Согласно проведенной жеребьевке, Кукушкин сразится с португальцем Нуну Боржесом 86-й ракеткой мира. Несмотря на то, что Боржес стоит намного выше казахстанца в рейтинге, особых достижений в его карьере нет, поэтому наверняка нас ждет увлекательное противостояние. Что касается Александра Бублика, он больше предпочитает одиночные выступления, однако уровень его мастерства позволяет также неплохо выступать и в парном разряде. Вместе с россиянином он попал на французский дуэт Монорина-Баррер. В целом нас сегодня ждет 8 увлекательных противостояний. Рядом со мной сейчас находится вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие игры, какие теннисисты сегодня выступают? Сегодня очень много матчей, на самом деле, очень хорошее расписание, но именно самый главный матч, который мы ждем больше всего, это матч Михаила Кукушкина. Почему? Потому что на протяжении многих лет этот теннисист принес столько побед в рамках Кубка Дэвиса и выступая на международных турнирах и турнирах Большого шлема. Поэтому соперник у него, можно сказать, непростой. Почему? Потому что вроде бы он стоит всего лишь, можно сказать, 8-6 в мире, но на самом деле любой теннисист, который входит в топ-100 лучших теннисистов мира по рейтингу ATP, это являются сильными теннисистами, которые уже выступают на турнирах Большого шлема. И Нуна Боргеш, он, конечно же, является опасным соперником, хотя для многих болельщиков, может, это не совсем известно. И хотелось бы отметить, что Михаил Кукушкин, он, можно сказать, считается ветераном уже нашего тенниса, но лидером сборной сейчас, хоть и не первая ракетка Казахстана, лидер сборной сейчас Александр Бублик, но тем не менее Михаил Кукушкин любит играть в Астане, любит играть на этом покрытии, хард, вот именно в этом национальном теннисном центре, на Билайн-арене он приносил невероятное, знаете, зрелище и удовольствие большинством болельщиков. Поэтому мы с нетерпением ждем этого матча. Конечно же, увлекательные будут игры и у Александра Бублика в паре, да, он с Данилом Голубевым. Но хочется отметить, что интересные матчи еще предстоят на этой неделе, потому что все многие, конечно же, с нетерпением ждут матчи и Станисласова в ринге, и Доминейко, Тима, это те звезды, которые приехали к нам, в нашу страну, это победители турниров Большого Шлема. И в целом, если говорить про наш турнир, ATP 250 серии является крупным событием. То, что Казахстан на карте теннисного мира, да, то есть на карте мира по теннису, мы уже можем с уверенностью сказать, что теннисная держава, входим в топ-20 и по результатам мужчин и женщин, и по юношам, и по развитию тенниса, и по международным турнирам. Поэтому то, что вот начался такой турнир, он уже становится традиционным, потому что мы все помним, как на каком высоком уровне прошел турнир. В прошлом году ATP 500, когда, можно сказать, град звезд здесь, да, собрался в Астане, около 6-7 человек из топ-10, сам Джокович приезжал, и Медведев, Цицыпас, сколько раз нынешняя звезда, да, мирового тура. И мне кажется, то, что Астана Опен стал таким традиционным турниром, и сюда любят приезжать многие игроки, это говорит о многом, это говорит о доверии к федерации тенниса Каастана, к президенту федерации тенниса, это доверие огромное со стороны ATP, это уже такая, знаете, симпатия, любовь со стороны ведущих игроков мира. Поэтому нам это очень приятно, и это, можно сказать, знаете, правильно в таком ключе идет в философии развития стратегии тенниса в Казахстане в целом. Отлично, спасибо большое. Это был Диас Доскараев, вице-президент федерации тенниса Казахстана. До начала прямого эфира мы успели поговорить с болельщиками, которые пришли посмотреть на теннисные баталии. Давайте послушаем, что они говорят. Я думаю, Бублик должен пройти до четвертьфинала примерно. Полуфинал, четвертьфинал. Он может раскрыться, и вы же видели, он в гамбургер там первое место занял. А турнир намного сильнее, чем здесь получается, пятьсотник. Мой сын занимается здесь. Пришли посмотреть на иностранных, чтобы была мотивация, куда расти. Наши уже далеко пошли, и с таким же упорством, как они сейчас играют, у них все получится. Нас все интересует теннисист, потому что мы болеем за хорошую игру. Мы приехали из Ускорногорска, специально привезли ребят посмотреть матчи, посмотреть уровень. Мы стараемся каждый год посещать данное мероприятие. Очень нравится. Таким было мнение казахстанских болельщиков. Гульнара, у меня на этом все. Мы будем дальше держать вас в курсе событий. Благодарю вам, что ждем. Подробности о лишнем романтиках. Это новости. Мы продолжаем. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подтвердили утечку персональных данных казахстанцев. Вопрос на пленарном заседании Мажелиса поднял депутат Никита Шаталов. По его словам, в соцсетях появилась информация о том, что в открытом доступе в иностранном телеграм-боте разместили индивидуальные идентификационные номера и места проживания казахстанцев, которым можно получить, вбив номер телефона. Многие пользователи предположили, что данные были взяты из госинфорум-систем. Вице-министр сообщил, что эти сервисы заблокируют. Соответствующую заявку уже направили в Министерство культуры и информации. Действительно имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых телеграм-ботах. При этом хотелось бы отметить, что принцип работы построен у них таким образом, что они собирают в основном и агрегируют информацию из различных источников, в том числе социальных сетей, общедоступных, и как раз на основании введения номера сотового телефона. Поэтому в том числе мы предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис, как в настоящее время запрещенный в Казахстане. Создать государственный центр информационной безопасности по обслуживанию объектов и информатизации госорганов предлагают мажоресмены. Это усилит безопасность госучреждений и персональных данных казахстанцев, а также защитит систему электронного правительства от кибератак. Кроме того, согласно законопроекту, операторы будут сообщать о произошедшей утечке персональных данных в течение трех дней с момента обнаружения. Работать центр будет при Государственной технической службе КНБ и обслуживать 350 госучреждений. Мы, безусловно, усиляем самое главное государственный контроль в сфере персональных данных. Это позволит не только реагировать на утечку, когда уже данные не вернуть, но и позволит профилактически проверять, насколько эти данные защищаются, насколько хранятся боты, которые питаются в том числе черным интернетом, где продаются данные, которые реально утекли при взломе с информационных систем. Мы этот вопрос тоже так или иначе будем блокировать. Плюс институт уведомлений об утечках данных. Каждому пользователю, если его данные утекли, вам смс придет по 1414 о том, что ваши данные утеряны. Вы будете предупреждены. 28 соколов-балабанов пытались вывезти из АТРАО. Краснокнижных птиц спланировали самолетом доставить в одну из ближневосточных стран. Сотрудники КНБ задержали иностранцев и граждан Казахстана. В доме одного из организаторов обнаружили специальную комнату для содержания птиц и препараты для их усыпления. Проводится досудебное расследование. Сумма ущерба превысила 200 миллионов тенге. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Почти каждый четвертый казахстанец проживает в одном из трех мегаполисов. Число тех, кто выбирает жизнь в крупных городах, с каждым годом растет. К примеру, за пять лет общая доля жителей Астаны, Алматы и Шимкента увеличилась на 3%. А если 10 лет назад в столице проживали почти 750 тысяч человек, то в этом году почти полтора миллиона граждан. Похожая ситуация и в Алматы. За такое же время население увеличилось больше, чем на 700 тысяч человек, составив почти 2 миллиона 200 тысяч. Вводить миграционное регулирование нужно уже в ближайшее время, говорят эксперты, так как резкий прирост может усугубить социально-экономические и инфраструктурные вопросы. Больше 500 сел могут упразднить в Казахстане. Об этом сообщили в Институте экономических исследований. Там отметили, это населенные пункты с низким потенциалом развития, где проживают меньше 50 человек. По словам экспертов, в целом в стране за последние 10 лет наблюдается тенденция сокращения сельского населения. Подробнее в материале Анель Едельхоза. Село Байсал находится в 40 километрах от Петропавловска. В населенном пункте проживают чуть больше сотни человек. И с каждым годом жителей здесь становится все меньше. Из-за безработицы многие покидают дома и уезжают в город. Раньше тут был дом культуры, клуб хороший. В основном молодежь вся уехала. Нету молодежи. Вообще молодежи нету. А старые старики, пенсионеры нету. Ну тут у нас сейчас дворов 60, наверное. А было вовсе 120 дворов. А школа там закрылась еще 8 лет назад. С тех пор дети посещают учебное заведение в селе Знаменское, что в 6 километрах от Байсала. Каждый день их забирают специально организованный транспорт. На сегодня в Казахском районе ежедневным подвозом охвачено полностью 325 детей. Из 25 сел района также ежедневным подвозом охвачено 111 детей. Из 17 населенных пунктов района 5 интернатов нашего района. Здесь задействованы 13 единиц автотехники, 4 автобуса ПАС и 9 газелей. В целом в стране, по данным Министерства нациоэкономики, 2700 малонаселенных сел. 540 из них живут всего по 50 человек. Большинство находится в Североказахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях. В сельской местности очень маленькие доходы непосредственно сельских жителей. Также инфраструктура. Но отсутствие всей этой инфраструктуры непосредственно для жизни, которая влияет, приводит к оттоку именно миграционному оттоку населения. На сегодняшний день, допустим, у нас 1400 сел не имеют качественной питьевой воды. Или от общего количества сел 27% тока имеют централизованную газификацию, получается, сел. Также у нас, получается, проблемы с образовательными услугами, здравоохранением. Для снижения оттока сельских жителей и улучшения качества жизни в селах в 2019 году в стране запустили программу «Аул Ельбесыга». Она предусматривает модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры, ремонт дорог, строительство школ, водопроводов, создание рабочих мест. Проект охватывает 3,5 тысяч населенных пунктов. Округ как бы развивается, и у нас в округе и во всех населенных пунктах решен вопрос с водой. То есть вы же понимаете, что вода это много решает, и у всех людей во всех селах есть возможность провести воду в дом. И уличное освещение у нас во всех селах по округу на 98% мы уже закрыли. Но бюджета программы на все села не хватит, отмечают в Министерстве нациоэкономики. Поэтому так называемые бесперспективные населенные пункты, где проживают меньше 50 человек, в нее не вошли. То есть вкладывать большие суммы из бюджета и строить дорогу или школу там попросту нецелесообразно, говорят в ведомстве. Села поделили на опорные и спутниковые. Мы разработали в том же году методику, и по методике мы посмотрели на потенциал сел. И мы посмотрели не просто одно село и какой у него потенциал. Нет, часто села группируются. Часто бывает так, что 2-3-4 села, они находятся близко друг от друга в радиусе 10-15 километров. Мы выявили 1176 опорных сел, и вокруг них по 2-3 спутниковых села. Итого выходит, грубо говоря, 3,5 тысяч сел. И эти 3,5 тысяч сел охватывают 90% сельского населения. Села с низким потенциалом развития, которые упраздняют, как правило, присоединяют к ближайшему населенному пункту. Так местные жители смогут посещать там больницы, школы и быть охвачены всеми их льготами и программами. Для детей из упраздненных сел специально выделяют школьный общественный транспорт. Анельи Дальхазаир Балдаиров, Хабар 24. Раньше срока отопительный сезон начнется в Ускаменогорске. Все дело в погодных условиях. На востоке страны похолодание, в некоторых регионах уже выпал первый снег. Поэтому накануне в городе дали отопление жителям больше 40 многоэтажных домов. Проблем с этим нет, заверяют в отделе жилищной инспекции. В областном центре почти 2000 многоквартирных домов подключены к централизованной системе. И 99% из них имеют паспорта готовности. Но и в оставшихся домах работы на стадии завершения. На Котельных и ТЭЦ города также закончили основной ремонт. Есть необходимый запас угля минимум на полтора месяца. Официально по графику отопительный сезон стартует 15 октября. У кого есть предвары учета, они могут сразу же заявку ватать в тепловые сети. Тепловые сети проверят у себя. И если они готовы, 100% могут подключаться. Подача отопления также началась и в Петропавловске. Первыми подключили почти 60 школ, детских садов и больниц. Следующие на очереди жилые дома. На ремонт объектов теплоснабжения в этом году власти потратили больше 700 миллионов тенге. О готовности города к нынешнему отопительному сезону в материале наших корреспондентов. В Петропавловске насчитывается 1200 многоэтажных домов. В течение лета в них делали промывку внутридомовых сетей и оформляли паспорта готовности. Сегодня к отоплению уже подключились социальные объекты. Объекты подключаются по мере заявки от непосредственно учреждений. Жилье начнем отапливать, как будет объявлен отопительный сезон. Мы где-то планируем с 1 октября. Остались текущие виды работ, не влияющие на температурный режим. И там тоже уже по графику будут объекты подключаться. К нынешнему отопительному сезону готовы все теплоисточники. В этом году провели значительный объем ремонтных работ. Обновили несколько котлов и турбоагрегатов. Вместе с тем строят новый дымоход ТЭЦ-2 на замену старому, который обрушился в прошлом году. Поэтому входить в новый отопительный сезон пока придется с двумя дымоходами. Как уверяют специалисты, это никак не повлияет на подачу тепла. На двух дымовых трубах станция спокойно пронесет нагрузку осенне-зимнего периода, отопительного периода 23-24 годов. Без всяких проблем. В целом, как практика зимних периодов показывает, ну и с учетом технических расчетов, работоспособными необходимо вообще 8 котлов агрегатов. Таким образом, с 25 ноября мы будем иметь в составе 11 котлов агрегатов. Проблем никаких нет с этим вопросом. Что касается частных жилых домов, то на сегодня 45% населения обеспечены углем. В области открыты 32 точки продажи. Твердое топливо поступает ежедневно. Датчики обнаружения углекислого газа в домах с печным отоплением устанавливают спасатели Жасказгана. До конца сезона планируют смонтировать больше сотни таких устройств. Благодаря такому оборудованию в прошлом году удалось предотвратить несколько трагических ситуаций, говорят специалисты. Всего в 2022 году в частном жилом секторе города произошло свыше 200 пожаров. В половине случаев причиной возгорания были печи, работающие на твердом топливе. Всего в нашем городе 1761 жилой дом. В них используют печное отопление на твердом топливе. 115 домов для социально уязвимых слоев населения. Спасатели Жасказгана устанавливают в домах этой группы домовладельцев датчики, обнаруживающие углекислый газ. В этом году, с начала года, датчики установлены в 51 доме. Тяжелая уборочная кампания продолжается в Кустанайской области. В конце сентября хлеборобы едва добрались до экватора страды. Влажность обмолоченной пшеницы завышена. Темпы уборки сильно занизили затяжные дожди. Сейчас погода в регионе улучшилась, и аграрии пытаются по максимуму использовать каждую минуту. Подробнее расскажут мои коллеги. В кабинете агрария Бориса Князева срочные планерки – дело обычное, особенно в условиях тяжелой уборки, которая для него по счету уже 54-я. В этом году его предприятие засеяло 116 тысяч гектаров. Хлеб убирать помешали затяжные дожди. На полях остаются две трети урожая. В сентябре месяце из 20 дней 16 дней осадки. Уборка очень сложная. Никуда не можем особо двигаться. В лучшем случае молотим 30% от наших возможностей. Это чревато тем, что если погода не установится, мы, наверное, и не уберем. Я еще не паникую, но мысль вот такая нехорошая начинает закрадываться в голове. В Камыстинском районе убрали только чуть больше 10% от всей засеянной площади. И то это сделали в конце августа, еще до дождей. Многие аграрии намерены пустить все зерно на фураж. Сушка зерна. Есть проблемы. На сегодняшний день у нас есть у сельхозтоваропроизводителей сушилки. Но это их 7. У кого есть сушилки, те и выходят работать, чтобы время выиграть. Кустанайские хлеборобы в этом году засеяли почти 4,5 миллионов гектаров. Пока обмолотили 47%. Из гектаров в среднем собирают чуть больше 9 центнеров. Урожая вдвое меньше, чем было к этому моменту в прошлом году. Превышение выпадения средненаголетних осадков на август-сентябрь текущего года. То есть у нас выпало всего в месте 85 миллиметров осадков. При августовской норме в среднем 35 миллиметров осадков. Это существенно снизило темпы уборки. На сегодняшний день ситуация стабилизируется благодаря благоприятным погодным условиям. Влажное зерно на сегодняшний день составляет у нас от 16 до 20%, как правило, с поля. То есть завышено. Привести в порядок пшеницу послам специалистов помогут хлебоприемные предприятия. Таковых в регионе 37. А разместить там могут 3 миллиона тонн зерна. Сейчас аграрии в среднем за день, пока позволяет погода, убирают по 100 тысяч гектаров. Артем Грапов и Сергей Таштенберг. Кустная ска область. Хабар, 24. Секцию армрестлинга открыли в ауле Хапал области. ЖТСУ ведет ее бесплатно кандидат в мастера спорта Владимир Чепель. Пять лет назад он сам оборудовал в одном из помещений сельского клуба небольшой спортзал. С тех пор многие из его подопечных уже добились успехов в этом виде спорта. Бульнар Жантасова расскажет. Почти 10 лет занимается армрестлингом Владимир Чепель. Поначалу как хобби, ну а после увлекся всерьез. Сейчас он кандидат в мастера спорта. Успехи Владимира стали примером для местной молодежи. Так и появился в сельском клубе небольшой спортзал. Наше село считается отдаленным и от районного, и областного центра. Поэтому такие секции для школьников и молодежи нужны. Ездят, используют свой потенциал. Приходят, с удовольствием занимаются. Ездим на соревнования, готовимся к ним. Уже есть первые успехи. Земляки как могут поддерживают энтузиаста. Одни привозят из областного центра гири для тренировок, другие тренажеры для укрепления рук. Ну а столик для армрестлинга своими руками соорудил местный Ахсахал Ахубаята. Сейчас секцию посещает больше 20 подростков. Многому я здесь научился. Во-первых, техники борьбы на руках. Вместе с тем тренер нас учит быть хладнокровными, уверенными в себе, а также умением противостоять противнику, используя максимум навыков. Ну а для стимула здесь же в ауле Владимир Чепель постоянно проводит среди юношей соревнования по армрестлингу. Пусть призывной фонд и не так богат, главное – стремление к победе. По началу в соревнованиях участвовали примерно 40 человек, а на летний турнир приехали уже вдвое больше участников. Это своего рода отборочные состязания. Здесь мы отбираем сильнейших и уже готовим их на более серьезные чемпионаты. А еще у Владимира есть мечта увидеть своих воспитанников на республиканских и мировых турнирах. Есть среди них уже и те, кто смело заявляют о себе. В скором времени в Капале откроют новую спортшколу. И тогда возможная секция армрестлинга будет работать уже не на общественных началах, а с укомплектованным штатом тренеров. Первое золото и сразу с азиатским рекордом на турнире по стендовой стрельбе казахстанки Зоя Кравченко, Асем Орумбай и Ольга Панарина с рекордом выиграли азиатские игры. Наш корреспондент Ануар Абдрахманов находится на соревнованиях. Ему уже удалось поговорить с чемпионкой. Ануар, вам слово. Да, Гульнара, добрый день. Сегодня особенный день на этих азиатских играх Ханшоу, потому что сегодня открылась наша дорога к золоту. Завоевана первая золотая медаль и принесла ее наша команда женская по стендовой стрельбе. Причем сделала это с рекордом, как мы уже отметили. Наши девчонки сегодня одолели соперников из Таиланда и Китая. И это, безусловно, большой повод для гордости. Рядом со мной прямо сейчас в Ханшоу находится Зоя Кравченко, новоиспеченная чемпионка азиатских игр. Человек, которая сегодня главная звезда сегодняшнего дня. Одна из главных звезд сегодняшнего дня. Мы сейчас попросим ее поделиться впечатлением. Зоя, мои поздравления. Большой день, большое дело, большое событие. Какие впечатления, какие эмоции сегодня? Это невероятные эмоции. Мы гордимся этой победой. Мы к этому шли, тренировались, готовились и пришли к этому. Мы очень рады, конечно. Ну, очевидно, что следующей целью, наверное, да, следующей большой задачей будет Олимпиада. Как будет проходить подготовка к Олимпиаде? Ну, подготовка к Олимпиаде, можно сказать, уже началась, потому что уже нужно готовиться, уже нужно думать о том, что у нас скоро чемпионат Азии, мы будем готовиться к завоеванию лицензии на Олимпийские игры, а там уже готовиться, собираться и ехать на Олимпийские игры. Зоя, ну, сегодня весь Казахстан гордится тобой, понимает, что это большое событие для всей страны. Что хотелось бы сказать болельщикам, может, родителям, друзьям? Огромное спасибо за поддержку, конечно. Мои родители всегда со мной, мои друзья и знакомые. Всем огромное спасибо, команде огромное спасибо. Пусть гордятся, можно сказать. Ну, я от себя добавлю, что азиатские игры продолжаются. Сегодня пройдут соревнования по боксу, по целому ряду других дисциплин. И во всех мы ждем больших наград и очень надеемся, что это лишь начало большого победного пути наших спортсменов. И мы увидим еще неоднократно моменты, когда гимн Казахстана будет играть в Ханчжоу. Прямо сейчас, кстати, идут соревнования по стендовой стрельбе в личном зачете. Там мы тоже ждем, что будут большие результаты и большие победы, о которых мы обязательно будем сообщать в наших следующих эфирах. Пошел. Благодарю. Это был Ануар Абдрахманов из китайского Ханчжоу. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok